Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин. Репорт у микрофона Юрия Рашкина. Я очень рад, потому что сегодня ко мне присоединяется Юрий Ферштинский, историк, публицист, писатель, герой книг и приключений. Юрий, добро пожаловать на программу. Добрый вечер, здравствуйте. Ну что ж, Юрий, давайте все-таки начнем с отчета, доклада, все что угодно, но, видимо, не репорта о национальной разведке, о вмешательстве в наши американские выборы в 2020 году. Вы рады, что есть расследование, что мы что-то знаем, сам факт этого вам говорит о чем-то хорошем? Вы знаете, само расследование и тот факт, что был обнародован доклад об этом расследовании, явилось, наверное, приятной неожиданностью. Но я должен сказать, что мы, по-моему, за последние пять уже лет немножко устали от расследований, потому что, в общем-то, нам ясно и про 2016 год, и про 2020 год, про 2016 больше, чем про 2020 год, что российские спецслужбы, российское руководство принимали активное участие в вмешательстве в американские президентские выборы на стороне Трампа. Я думаю, что очевидно, что в 2020 году они участвовали в этих выборах менее открыто и менее нагло. В 2016 году это вмешательство было беспрецедентное. Я говорил и тогда, и продолжаю утверждать, что без помощи России Трамп бы не победил. Эта помощь оказывалась ему до выборов на очень серьезном финансовом уровне, начиная, по крайней мере, с 2007 года, может быть, даже и раньше. Во время кампании эта помощь оказывалась на очень серьезном пропагандистском уровне. И не только потому, что в этом активно принимала участие Russia Today и какие-то российские сайты, но главным образом потому, что очень правильно было просчитано, что для того, чтобы Клинтон проиграла, очень важно не только активизировать избирателей Трампа, но и создать третьего кандидата. И этот третий кандидат был создан в лице Штайн, которая отколола левые голоса от Клинтон ровно в тех штатах и в тех пропорциях, которые требовались Клинтон для победы. И при этом нужно понимать, что единственная поддержка, которая была у Штайн на уровне платформы, была платформа Russia Today. Так что Стайн, которая слетала в Москву в декабре 2015 года, присутствовала на праздновании десятилетия РТ вместе с Флином, сидела вместе с Флином и с Путиным за одним столом, была совсем не случайным политическим деятелем, задействованной в этой кампании. А что же касается 2020 года, то это вмешательство, как мне кажется, я думаю, что это очевидно, было менее ярким, менее заметным, менее агрессивным, менее масштабным. С одной стороны, может быть, потому что Россия считала, что у Трампа уже и так есть хорошие шансы победить или проиграть. А с другой стороны, потому что Трамп, будучи кандидатом от Кремля, победившим на президентских выборах в Америке, не мог не разочаровать Путина. Потому что ни одно из своих обязательств реально Трамп выполнить не смог. Из-за того, что произошла серьезная огласка, из-за того, что вот это вот, как бы, тайная операция российских спецслужб, которую я до сих пор считаю самой, как бы, важной и самой удачной операцией российской госбезопасности после приведения таким же образом к власти президента Путина в 2020 году. Тем не менее, из-за того, что абсолютно всем было понятно, что Россия вмешалась в американские выборы на стороне Трампа, эффект от этой победы, практически результат этой победы, был очень сильно снижен. Может быть, даже сведен к нулю. Я говорю, может быть, потому что есть какая-то сторона жизни политической и отношений политических между Путиным и Трампом, которые мы не знаем и, может быть, никогда не узнаем. Но внешне обязательства, те, которые были даны Трампу во время его предвыборной кампании, он выполнить не смог. Он не смог снять санкции, он не смог добиться признания Крыма, он не смог распустить НАТО, и получилось, что многое Путину наобещав, и все эти обещания были озвучены в его предвыборной кампании в одной из главных его речей, первой его речи в отеле Мейфлауэр, который организовал агент Путина Дмитрий Симес, тоже совершенно наглый и открытый, и который после разоблачения, после того, как все это раскрылось и выяснилось, на уровне расследования довольно беззубого Мюллера, но, тем не менее, даже на уровне расследования Мюллера, как бы Саймс, как российский агент, был засвечен достаточно очевидно, просто по-наглому уехал в Москву работать вместе с Никоновым на Первом канале и вести пропагандистскую антиамериканскую программу. Это, кстати, действительно так, потому что я сейчас заметил, я проверял по другой причине, увидел, что Саймс вернулся в Москву. Это о чем-то говорит? Нет, вы знаете, это говорит только о том, что есть еще, ну, для всех есть, в том числе для Саймса, есть, наверное, еще и финансовый фактор. Дело в том, что люди, которые давали деньги ему на его организацию, на его структуру, на его журнал после расследования Мюллера, хотя, повторяю, Саймсу не были предъявлены обвинения в том, что он является российским агентом. Но, тем не менее, он настолько там был серьезно засвечен, что многие его спонсоры перестали давать ему деньги. Какие у него могут быть спонсоры, кроме Кремля? О, нет, у него были довольно серьезные спонсоры здесь, внутри Америки. Я уж не знаю, чем это было вызвано. Были ли эти люди полезными идиотами или тоже прокремлевскими агентами, давали ли они ему чужие деньги или свои? Но я не исключаю, что одна из причин, по которой Саймс вынужден был поехать в Россию и выступать на российском канале, была связана с финансовыми потребностями. Потому что, понимаете, ведь легко завербовать агента, может быть, даже легко его использовать в любой спецслужбе. А вот расплачиваться с агентом довольно сложно. А телевидение позволяет заплатить агенту любые деньги через участие в программах, потому что гонорары авторские могут быть любыми. Поэтому, если говорить об отмывании денег, о том, как расплачиваться с агентом, то, конечно, первый канал российского телевидения позволяет решить эту проблему достаточно легко. Но дело даже не в этом. Дело в том, что Саймс сначала уехал туда очевидным образом, потому что он, я думаю, боялся ареста. Когда немножко буря затихла, и он понял, что беззубая комиссия Мюллера арестовывать никого не будет, и даже, в общем-то, боится делать выводы такие четкие о российском вмешательстве и о вовлеченности людей Трампа в это российское вмешательство, то Трамп уже стал постепенно возвращаться в Вашингтон, и теперь, как я понимаю, он летает между Москвой и Вашингтоном. Но именно сейчас он обратно вернулся. Вот отозвали посла, Саймс вернулся, как бы, они, так сказать, забирают все внутрь? Ну да, понимаете. Или опять такой период неуверенности вдруг могут арестовать? Может быть и так. Во-первых, сменилась администрация. Во-вторых, Байден произнес несколько жестких слов в отношении Путина. В принципе, я лично, я уж не знаю, как все остальные, устал от того, что мы не называем вещи своими именами, и устал от беззубости американских правоохранительных органов и американских политиков, даже тех, кто понимает, что на самом деле происходит. Может быть, Байден сейчас, назвав Путина убийцей, в этом плане переломит ситуацию и изменит риторику. Потому что, ну ведь в конце концов, ничего нового нам Байден не сказал. У нас есть как минимум одно убийство, убийство Литвиненко и как минимум два покушения на убийство. Скрипаля и Навального, которые организованы российскими спецслужбами. Надо сказать, что ни разу мы не слышали от Путина утверждения, что российские спецслужбы не стоят за этими убийствами. Ну, в отношении Литвиненко еще делались какие-то попытки отрицать, что за этим стоят российские спецслужбы. Но в отношении Скрипаля этого не делалось. И на самом деле в отношении Навального тоже. То есть не то, что Путин выступил и сказал, мы расследуем отравление Литвиненко, мы расследуем отравление Скрипаля, мы расследуем отравление Навального. И если выяснится, что за этим стоят российские спецслужбы, мы накажем виновных. Этого сказано не было. Это даже как-то смешно представить, что это могло бы быть сказано. Да вот в том-то и дело, что нам уже теперь это смешно. Хотя на самом деле это та естественная фраза, которая должна была быть сказана руководителем государства. Особенно тогда, когда этот руководитель государства всю жизнь сам проработал в КГБ и был директором ФСБ. До того, как он стал премьер-министром и президентом. Было сказано наоборот, что Скрипаль изменник. Было сказано наоборот, что Литвиненко предатель. А Навального, которого не смогли отравить, абсолютно нагло на глазах у всего мира, арестовали по прибытию в Москву и упрятали в лагерь, где его, скорее всего, будут пытаться убить просто более медленным и мучительным способом. Понимаете, вот на фоне всей этой наглости со стороны Путина, ну, такие немножко спокойные, усталые слова Байдена о том, что да, он считает, что Путин убийца, но ничего нового они нам не сказали. То есть симптоматично, что к этому выводу вот так вот просто и открыто пришел Байден, который, да, уже считает, что нужно называть вещи своими именами, потому что когда... Но одни говорят, что это обозначает как бы поле, в котором мы теперь ведем наш дискурс, что теперь это общепринятое понимание, даже сам президент Соединенных Штатов сказал, что Путин убийца. Я думаю, что до общепринятого понимания нам далеко. Я слышал какие-то комментарии о том, что, конечно, это было не дипломатично, но понимаете, в чем дело? Нет. Убивать Литвиненко дипломатично, травить Скрипаля новичком дипломатично, вести так, как себя вели в отношении Навального во всю эту вот эпопею дипломатично, а сказать, что Путин убийца не дипломатично. Я, конечно, с этим как бы не согласен. Я не вижу ничего не дипломатичного в том, что сделал Байден. А Россия отозвала для консультации своего посла. Послушайте, на самом деле посла давным-давно, по очень многим причинам и на разных этапах, начиная с 2014 года, по крайней мере с 2014 года, когда Россия вошла в Украину. А может быть нужно было все-таки думать уже раньше, в 2008 году, когда Россия вошла в Грузию. Так вот, отзывать посла должна была Америка. И много у нее было поводов для этого. Много. Понятное дело, что для того, чтобы этого не происходило, в 2017 году, извините, поставили президента Трампа. И вот Путин получил передышку на 4 года, за которую он не очень много успел сделать, как я уже сказал. И Трамп в этом смысле его разочаровал. Да и у России, видимо, нет уже на самом деле серьезных сил для активной внешней политики. Слава Богу, нет этих сил. Так как ее хочет проводить Путин. Но я хотел бы повторить то, что я говорил неоднократно. Мы имеем дело с госбезопасностью, которая пришла к власти в огромном государстве, в ядерной державе. И хозяйничает и в этой стране, и пытается проводить соответствующую внешнюю политику без какого-либо политического контроля. Вот насколько мы считали опасным и страшным Советский Союз, где существовала Компартия и КГБ как вооруженное крыло партии. Так вот, тем не менее, вот эта самая Компартия была неким сдерживающим центром, неким контролем, политическим контролем, стоящим над КГБ. В 1991 году КГБ от этого политического контроля избавилась. И приходив в себя 10 лет, через 10 лет, к 2000 году уже полностью овладела государством. Это очень опасная ситуация. И Путин нам демонстрирует то, что это опасно, каждый, каждый год. А не одно, так другое. 2008 Грузия, 2014 Украина, 2016 вмешательство в американские выборы. Как мы знаем, мы просто еще не знаем всех последствий и не знаем деталей. Но за вот эти вот 4 года, с 17 по 21, проводились очень опасные кибератаки против самых разных американских институтов и структур. Я просто в этом, к сожалению, не разбираюсь. Я не понимаю, какой ущерб можно наносить этими атаками. Но я слышал комментарии о том, что эти атаки были беспрецедентными. Поэтому Путин действительно всеми доступными способами наносит вред Соединенным Штатам, разжигает конфликты, разжигает пожары. Иногда предлагая себя тут же в качестве пожарника. Это абсолютно такой бандитский уголовный прием. Но, к сожалению, я очень боюсь, что разговаривать с Путиным нам не о чем, что он не в состоянии пойти на какой-либо диалог, в том числе и с администрацией Байдена. Вернемся к докладу нашей разведки. У нас мы теперь знаем про киберусилия, мы знаем и про Иран, знаем очень интересно про Китай. Что можно... Теперь мы просто будем ждать, что будут следующие шаги. Или вы уже знаете, какие могут быть следующие шаги? Я очень боюсь, что я знаю, какие будут следующие шаги. И я очень боюсь, что этих шагов не будет. И я очень боюсь, что их не будет в том смысле, потому что мы за эти годы слишком много надежд возложили на слово санкции. И поскольку снова было сказано о санкциях, я очень боюсь, что мы окажемся в этом замкнутом порочном круге санкций. Санкции, так как их вводят, не работают. Потому что их вводят против конкретных лиц, которые от любых такого рода санкций давным-давно себя защитили. Но мне кажется, что мы вначале были в такой спирали, когда мы хотели как бы показать, что мы что-то делаем. Но у меня было ощущение, что мы не особенно пытаемся что-то изменить, мы как-то пытаемся так намекнуть. А тут мы вроде бы уже намеки закончились, мы уже называем вещи своими именами. Мы же, наверное, во-первых, что-то можно сделать, другие санкции. А с другой стороны, все-таки появляется, мне кажется, кумулятивный, общий набираемый эффект санкций, потому что охлаждаются отношения, охлаждаются отношения и так далее. И все это как бы имеет последствия. Сейчас уже мы видим санкции, которые имеют отношение к космической индустрии, к полетам, авиалиниям и так далее. Поэтому это все может собраться и ухудшить ситуацию в России в общем. Хотя, конечно, представьте, что под это дело люди решат, что надо царя скинуть, как-то все равно очень тяжело представить. Понимаете, у американского руководства никогда, ни у какого, не было намерения разрушить Советский Союз, разрушить Россию, нанести России до этого Советского Союза, непоправимый ущерб, а такого намерения никогда ни у кого не было. Но Обама же говорил, как он гордился, что на State of the Union, я помню, говорил, что экономика в России там in shambles от того, что мы от наших санкций и так далее. Конечно, но из этого совсем не следовало, что задача Обама заключалась в ослаблении России. Такой задачи, повторяю, мне кажется, ни у кого нет и никогда не было. Есть задача, с одной стороны, иметь в России стабильный режим, потому что больше всего на свете американцы, да и не только, наверное, американцы, боятся нестабильности, особенно тогда, когда мы говорим о ядерной державе. А с другой стороны, дать понять российскому руководству, что у американцев есть рычаги влияния на Россию. Дать это понять через санкции. Так вот, через санкции рычагов влияния у американской администрации на Россию нет. Осталось понять, через что эти рычаги влияния есть, если они есть. И мне кажется, что для того, чтобы вообще ответить на этот вопрос, нужно сначала объяснить себе, ну а желательно еще и Соединенным Штатам Америки, что вообще происходит в России, кто там власти, кто правит этой страной, кто руководит этой страной, в чем состоит, кто принадлежит к элите этой страны. Я как бы считаю неправильным слово элита, потому что элита, она все-таки предполагает, ну некая высшая, как сказать, такой сливки, которые самые хорошие, самые умные, самые честные, самые совестливые, самые интеллигентные, самые-самые. И ни одно из этих слов не относится к российской элите, да, но потому что… Правящий класс? Элиты – это не те, кто лижут задницу правительству. Лизать задницу – это не функция элиты, это функция каких-то там других людей. А в России те, кто не лижут этой заднице, те сразу как бы выкидываются из влиятельной категории политиков и бизнесменов. Но правящий класс, вы сказали, с одной поправкой, правящий класс все-таки подразумевает некий широкий слой людей. Этого тоже нет. Поэтому на самом деле самое правильное определение того, что происходит в России – это хунта. То есть это люди, которые в основном пришли как раз из спецслужб и силовых ведомств, пришли на самом деле незаконно, потому что выборы уже узурпированы и на местном, и на центральном уровне, про которых неясно на какой срок они пришли. И Путин не случайно недавно объявил, что он будет президентом до 2036 года. То есть это все очевидные признаки хунты, находящиеся у власти. То есть в основном бывших офицеров спецслужб и силовых ведомств, находящихся у власти бессрочно. Вот это и есть хунта. Как с этой хунтой разговаривать и как на нее давить, может быть, сходу и не ясно. Но если всерьез подумать на эту тему минут 15, то я думаю, можно придумать очень много реальных санкций, после которого те люди, у которых есть не то, что даже право голоса, потому что право голоса там нет ни у кого. Но которые хотя бы роптать внутри семьи еще способны, будут высказывать свое недовольство. Юрий, но если вам позвонит Госдепартмент и скажет господин Фельдшинский, что вы рекомендуете? О, понимаете, в чем дело. Сейчас очень серьезную, конечно, поправку во все это внесла пандемия. Потому что мы вот говорили об авиаполетах, а их по существу нет. Мы говорили о туризме, а его по существу нет. Но есть, конечно, рекомендации, которые, я думаю, стопроцентно бы сработали, это отмена двойного гражданства для всех российских граждан, отмена вида нажительства для всех российских граждан, отмена права покупать собственность за границей для всех российских граждан. А если все это даже может быть начать не со всех российских граждан, если аргумент против будет, что нельзя наказывать Весь народ. Хотя в отношении двойного гражданства, я считаю, это правильная мера, потому что это создает двойную лояльность. И мы совсем не случайно стали свидетелями мощнейшей пятой колонны из не бывших российских граждан, а реальных российских граждан, которые тут живут с двумя паспортами, иногда даже с тремя. И при этом поддерживают Путина во всем, что он делает, начиная с Крыма и кончая Трампом. Если начать, например, с членов Думы и членов их семей, то есть брать членов партий, входящих в Думу и членов их семей, то вы получите довольно большое количество жен и детей, которые своих мужей и пап дома будут так мучить за то, что их лишили права летать в Лондон за покупками, что эти люди 10 раз подумают, принимать ли им очередной закон или не принимать, и, может быть, даже попробуют как-то повлиять на центральное руководство. А система, когда у всех второй паспорт в кармане или вид на жительство, недвижимость за границей, дети учатся в Лондоне, а отдыхать все летают, я не знаю, там, в Испанию, а зарабатываются деньги при этом в России, а при этом народ, как говорится, в кавычках народ, единогласно поддерживает Путина во всех его начинаниях, ну, какие тут могут быть санкции, когда вот такая вот система существует? А вводить санкции против, там, директора ФСБ, который и так за границу не летает, разве что официально, и, безусловно, не имеет счета в банке на свое имя заграничном, я имею в виду, абсолютно бессмысленно. Поэтому санкции все обходятся, все серьезные российские бизнесмены все это знают, от всех санкций они давным-давно уже застрахованы, никакие санкции им не важны. Поэтому ничего, кроме улыбки у одних, усмешки у других, эти санкции вызвать, к сожалению, не могут. В России нужно менять режим, это грустно сознавать, не в том смысле, что грустно его менять, а в том смысле, что это очень серьезная задача и проблема. Но это та задача, которая стоит сейчас уже перед американской администрацией, потому что, к сожалению, человеческого языка бывший директор ФСБ, полковник Путин не понимает. И то, что он создал, то система, которую он создал, вместе со своими многочисленными помощниками, напарниками, подручными коллегами, в основном из ФСБ, она опасна. Она опасна для России, она опасна для Европы, она опасна для Америки. Потому что впервые, со времен создания ядерного оружия, Путин сформулировал концепцию о том, что Россия может выиграть в ядерной войне. А такой концепции не было никогда ни у кого, в том числе и не было у советского правительства. Была концепция взаимного уничтожения, была концепция о том, что ядерная война смертельна для всего человечества. Но концепции о том, что Россия может начать ядерную войну и выиграть ее, никогда ни у кого не было. Ее сформулировал впервые сейчас Путин, ну вместе со своими подручными, там типа Патрушева. И это смертельно опасная ситуация. Юрий, то, что вы описываете, наводит меня на мысль о том, что, возможно, мы находимся на начале второй холодной войны, новой холодной войны. Это, как вы видите эту ситуацию, или это, наверное, продолжение того, что было, или это начало чего-то нового? Вы знаете, каждый раз, когда мы смотрим на происходящее, нам кажется, что хуже уже некуда. Нет, нет, я просто, как она говорит, со дна постучала, нет, на, это вот такой полет вниз, да. Ну, да, но вот вы говорите, что может настать, наступить холодная война. Да она уже давным-давно такая холодная, что, по-моему, холоднее некуда. Новый занавес, железный занавес, мы будем ограждаться. А вот железный занавес, это интересный момент, и хорошо, что вы его затронули, потому что стабильность нынешнего путинского режима держится на нескольких китах. Сейчас мы их посчитаем все. Может, их три, может, их больше. Один кит – это открытые границы. И я думаю, что если Путин закроет эти границы, то он, конечно, в этот момент сделает очень серьезный рывок в сторону вырывания своей могилы. Следующий момент, конечно же, и это то, что отличает нынешнюю Россию от Старого Советского Союза – это рыночная экономика. Она коррумпированная, и многие меня могут поправить, что она бандитская, и что она не рыночная. Я под рыночной экономикой имею в виду, тем не менее, то, что человек с деньгами может купить себе и достаточно еды, чтобы накормить себя и семью. Это второй кит, который есть. Получается, наверное, что этих кита как бы два серьезных. Если мы считаем, что можно закрыть границы и оставить режим стабильным, я думаю, что это неправильный расчет. А третий кит, наверное, все-таки третий кит – это отсутствие большой войны. Он теоретический кит, но мне кажется, что в 2014 году, когда Россия вошла в Украину, и если вы помните, по крайней мере, с пропагандистской точки зрения, все было брошено на то, чтобы объяснить всем нам, и Европе, и Америке, что никто не собирается бороться против России за свою независимость. Ни Украина, ни страны Балтии. Да, то вот довольно быстро выяснилось, довольно быстро, то есть где-то к осени 2014 года выяснилось, что тем не менее и Украина готова воевать за свою независимость, и страны Балтии не собираются сдаваться безропотно, и Европа не собирается отдавать никого, кого еще не отдали, а сумели включить в НАТО. И даже миролюбивая Обама, лауреат Нобелевской премии мира, тем не менее, ввел тогда впервые какие-то санкции, и показал Путину, что он не собирается сдать Украину так же, как Буш сдал в 2008 году Грузию, вообще не заметив этого небольшого международного конфликта. Поэтому Россия к большой войне как бы не готова. Россия может быть даже, как и Гитлер в свое время, к ней не стремится. А Путин, тем не менее, постоянно блефует большой войной, в том числе ядерной войной. И риск заключается в том, что если он всерьез будет считать, что Европа не готова защищать себя, он может эту войну начать, и эта война превратится в большую. Вот это главный дестабилизирующий и разрушительный для режима Путина фактор. И если он не пойдет на войну, то как-то, в общем-то, может быть, в каком-то смысле не грустно звучит, но он продлится свое существование. Если он на эту войну пойдет, он, конечно же, свое существование в этот момент закончит. Но, к сожалению, в этом случае нам это может всем обойтись очень дорого. Особенно европейцам. Так что, так или иначе, получается, что если Путин ничего не будет делать, то, конечно, он может дотянуть до 2036 года без особых проблем. Потому что, повторяю, задачи свергать Путина ни у кого нет. Задачи оказывать России военные сопротивления ни у кого нет. И эта задача, необходимость возникает только тогда, когда Россия совершает какой-то агрессивный шаг, типа вторжения в Украину в 2014 году. И если предположить, что больше внешнеполитических захватов не будет, то, наверное, Путин может спокойно существовать до 1936 года с клеймом того, что он убийца. И по дороге еще, может быть, убьет ни одного своего политического противника. Потому что все они там параноики. И каждый раз, когда они видят человека, который поднимается на политическом небоскребе и претендует на то, чтобы заменить Путина, будь то Немцов или Навальный, то основной инстинкт КГБшника, конечно же, диктует немедленно необходимость этого человека убить. И обычно, собственно, с этими людьми так и поступают. Я не думаю, что Путина всерьез смутило то, что Байден назвал его убийцей. Его это, наверное, удивило, потому что он надеялся, что у американцев не хотят духа. Повторяю назвать речи, своими именами. Потому что все, что сделал Байден, это, в общем-то, не в очень формальном разговоре. Ну, хотя он президент, и любые слова Байдена, как президента, становятся формальными и, как бы, в этом плане сильными. Ну, в общем-то, он сказал это довольно спокойно, ненавязчиво, устало, в конце концов. Ну, да, вот он убийца. Вот это то, с чем мы вынуждены иметь дело. Если бы это была какая-нибудь маленькая африканская страна, ну, там много бывает разных диктаторов и убийц у власти. Но, конечно, когда мы говорим о России, которая ядерная держава, то это все-таки сильно меняет ситуацию. Но, по крайней мере, да, мы знаем, что нам новый американский президент сказал, что Путин убийца, и что мы должны иметь дело со страной, во главе которой стоит убийца. Я надеюсь, что это некомфортная для Путина ситуация. И я неоднократно говорил, поскольку санкции не работают, а влиять как-то на Путина. Нужно, что сделать его нерукопожатным намного важнее, чем вводить санкции. Потому что Путин при этом хочет оставаться рукопожатным. Он хочет, чтобы с ним садились за один обеденный стол, чтобы с ним разговаривали, чтобы с ним что-то обсуждали, чтобы с ним шутили, и чтобы ему улыбались. Я думаю, что если перестать убийце Путину подавать руку и ему улыбаться, это уже очень-очень много. Это может быть даже важнее, чем санкции. Знаете, в этом что-то есть, в том смысле, что когда вы говорите Путин убийца, вы просто повторяете то, что говорит американский президент. Опять же, мне все же кажется, что это становится более общепринятым, когда это говорит американский президент. Но, тем не менее, ваше знание ситуации было бы интересно по поводу такого вопроса. В Москве арестовали, было собрание мундепов, их там всех замели, почти 200 человек. И теперь говорят про такое выражение коллективный патрушев, что силовики захватили, в общем, власть, и что это даже уже не Путин, а что это уже как бы следующий уровень этого ада. Ваше мнение? Ну, понимаете, в чем дело? Я давно уже как попугай, будем откровенны, утверждаю, что в России у власти стоят спецслужбы, как институт, как ведомство. Не как один Путин, который почему-то стал, вот, пришел из ГБ и стал президентом, а как ведомство. Да, это коллективный Патрушев, коллективный Путин, коллективный, я уж не помню, кто Бестрыкин, не помню, да, они все могут меняться, эти люди, это не имеет значения. Как ведомство в России у власти стоит госбезопасность. Это единственная структура, которая уцелела после падения Советского Союза и Советской власти. это структура, это структура, которая стоит над политическими партиями. В России единственная страна, где политические партии не борются за власть. Они существуют исключительно для того, чтобы присутствовать в Думе и создавать, ну, как бы, видимость некой законности, да, некой такой коллегиальности власти. На самом деле сами политические партии инфильтрированы КГБ с советских времен и ФСБ с нынешних времен. Там каждый второй либо сотрудник, либо офицер, либо агент. Поэтому ждать от политических партий какой-либо независимой деятельности, политической, абсолютно бессмысленно. В России есть одна реальная структура. Она всем управляет и она же контролирует как бы силу, силы и оружие. Это госбезопасность. Тогда о чем говорят такие сильные действия? С чьей стороны сильные? Со стороны власти. Если они взяли, арестовали почти 200 депутатов избранных лиц, то о чем это говорит тогда вам? Для вас? Только о том, во-первых, что в России беспредел, только о том, что люди, которые управляют этой страной ни перед кем не отчитываются, они неподотчетны избирателю, на них нет влияния и любые проявления любых групп населения, может быть, даже наивные проявления, продемонстрировать свою независимость на любом уровне. Иногда это доходит до смешного, когда людей арестовывают за то, что они выходят с плакатом, я не знаю, «Миру мир». Вот любые проявления какой-то независимости властью расцениваются как потенциально опасное неповиновение, потому что сегодня этот человек выходит с таким плакатом, завтра он может выйти с другим. Если сегодня эти люди собираются для обсуждения, может быть, вполне каких-то невинных с точки зрения власти вопросов, завтра они соберутся для обсуждения каких-то других вопросов, если они увидят, что можно собираться и что-то обсуждать. Поэтому в России абсолютный беспредел. Я не могу сказать и не хочу сказать, что это диктатура. Я не считаю Путина диктатором. А как насчет «опричнины», например? «Опричнины» очень хорошее слово, но «опричнины» это и есть спецслужбы. В том-то и дело. Понимаете, если мы посмотрим на всю эту пирамиду и увидим, что во главе нее стоит полковник КГБ Путин, а вокруг него полковники и генералы опять же из бывшего КГБ, а вокруг них старшие лейтенанты тоже в основном из бывшего КГБ, да и прибавим к этому офицеров действующего режима, да и прибавим к этому всю агентуру. Понимаете, ведь мы говорим о десятках тысяч людей, это просто как бы не видно, ведь спецслужбы, ну, всегда во всем мире спецслужбы, как бы это тайное такое ведомство, да, но ведь как бы природа КГБ, да, сила КГБ всегда заключалась в том, что они были невидимы, то есть мы видели какую-то верхушечку айсберга, то есть вот те люди, которые официально в погонах там ходят на службу, на Лубянку, да, а ведь за каждым вот этим человечком в погонах тысячи тысячи незаметных незаметных людей, которые давным-давно инфильтрированы в нашу мирную российскую, а до этого советскую жизнь, как офицеры действующего резерва, а мы же даже не знали, что эта структура существует, а она существует на масштабном уровне, на крупномасштабном уровне с 82-го года, когда коллегии КГБ из 18 человек было принято решение о засылке, массовой засылке офицеров КГБ в мирный советский сектор. Десятки тысяч штирлицев отправились туда на разные должности шпионить против собственного тогда еще советского народа. И ни один из этих штирлицев ни разу на пенсию не ушел. То есть они уходили уже только могилой естественным образом, но никто из них не уходил на пенсию. Они как бы вечно оставались на агентурной работе против собственного государства. мы просто не понимаем о каком уровне вовлеченности спецслужб в общероссийскую жизнь мы говорим. Я не уверен, что я понимаю до конца, когда вы говорите об этой структуре, вот этих штирлицев, которые живут на территории собственной страны и внедрены туда, они как бы не говорят о том, что у них есть ранг в КГБ? Нет, они не говорят о том, что у них есть ранг в КГБ, более того, рассекречивать эту информацию запрещено. То есть секретные сотрудники КГБ находятся везде в России? Они находятся везде в России, раскрывать их, раскрыть их приравненно к государственной измене и количество этих людей запредельное. они находятся теперь уже не только в России, поскольку у нас в России открыты границы, массовая эмиграция по сотне тысяч русских эмигрантов переехали жить во все страны мира, то поверьте, что теперь уже эти люди не только в России. Но суть как бы не в этом, суть в том, что это очень разветвленная тайная сеть о существовании, которой мы не знаем. Простите, когда вы говорите о том, что даже не в этом суть дела, в этом очень даже суть дела, потому что мы что теперь, окей, хорошо, мы уже обсудили железный занавес, теперь мы говорим про красную угрозу, потому что у нас что, вокруг эти резиденты, нам надо кого-то искать? Это не красная угроза, а красная угроза была тогда, когда был Коминтерн, который хотел организовать мировую революцию, и пятая колонна, которая создавалась тогда, она создавалась, как говорится, из местных коммунистов, допустим, а нынешняя пятая колонна, она создается из засланных казачков, и практически все мероприятия, все мероприятия, имеющие какое-либо отношение к слову русский или российский, к сожалению, на сегодняшний день проводятся под контролем российского руководства, а точнее, госпезапорта. Это очень похоже на Советский Союз, но только с рыночным таким вариантом. Да, и это создает определенную стабильность. Значит, если эта стабильность будет нарушена, тогда, наверное, мы сможем говорить о скором крахе путинского режима, так же, как в какой-то момент мы стали говорить о неизбежном крахе Советского Союза, хотя это явилось для нас неожиданностью. Повторяю, при этом я не считаю Путина диктатором в том смысле, что я не считаю, что от того, что он завтра уйдет или умрет, ну, все бывает. А что-либо изменится, потому что, повторяю... Да, я повторяю свой вопрос, вы не видите в этом ничего нового, вы видите в этом просто продолжение того же катка, который катится. Ну, если этот каток мы рассматриваем с периода 2000 года, когда к власти пришла госбезопасность на уровне президента страны, то да, если этот каток, если этот вы считаете катком Советский Союз, то нет, не так. Понимаете, проблема в том, что с этими людьми нам не о чем разговаривать, мы ничего предложить не можем, потому что они искренне считают, что все, что им нужно, они заберут сами. Но что лучше... Я не говорю о том, что это не опасно, я говорю о том, что делать с этой угрозой. Как мы уже это обсудили, да. Обсудили, да, на уровне реакции на слова Байдена, я боюсь, что с этой угрозой сделать ничего нельзя, потому что для того, чтобы что-то сделать с этой угрозой, нужно поменять режим в России. госбезопасность либерализировать нельзя, реформировать госбезопасность нельзя, этот институт можно только отменить и запретить. Это единственное, что можно сделать. И тогда уже все остальные как бы наши проблемы, они станут мелкими, потому что это единственная наша проблема. То есть, как бы карфаген должен быть разрушен. Продолжим. Да, он должен как бы рассыпаться. Разрушен предполагает опять же, допустим, военное вмешательство, поэтому я постерегусь использовать слово разрушен. Но то, что он в результате должен рассыпаться, это безусловно. А как это сделать, при том, что это единственная сила в России, к тому же вооруженная сила в России, это очень серьезный и не банальный вопрос. Потому что если мы говорим о падении советской власти, о разрушении Советского Союза, он в очень серьезной степени рухнул именно потому, что КГБ играло против коммунистической партии. Потому что КГБ мечтало, начиная с 17-го года, кстати говоря, избавиться от политического контроля Компартии. И начиная с 17-го, с 18-го года, предпринимались неоднократные попытки со стороны госбезопасности ослабить политический контроль или даже полностью выйти из политического контроля и захватить власть в государстве. Ближе всего к этому приблизился, как мы знаем, Андропов, который стал генеральным секретарем, а затем председателем президиума Верховного Совета, то есть президентом, но он очень быстро умный. А следующим как бы победоносным шагом КГБ стал уже 2000-й год и захват власти в России через захват должности президента России. И в этом смысле госбезопасность выполнила свою политическую программу. Вот внутри России она ее выполнила. Дальше к сожалению для всех для нас Путин решил не ограничиваться границами существующей Российской Федерации, а создавать новую империю. Но об этом говорят как о просто естественном результате того, что политика его внутри страны проваливается, ничего предложить он не может, к тому же власть он полностью захватил, поэтому не нужно нервничать об этом, поэтому теперь значит успехи где-то за границей. Проблема в том, на самом деле, проблема в том, что я не думаю, что это делается из-за каких-то там внутриполитических провалов, нет у них никаких провалов. Сейчас, потому что люди сейчас нервничают о том, что будут военные действия, например, против Украины, я не знаю ваше мнение по этому поводу, но это является результатом провала и ухудшения ситуации внутри страны. У меня нет очевидного ответа на этот вопрос. Я не считаю, что есть очевидное ухудшение ситуации в Российской Федерации. Я считаю, как я уже сказал, и может быть это, кстати говоря, неправильное суждение, потому что я должен откровенно сказать, что последний раз я был в России в 2000 году и все мои наблюдения делаются из Соединенных Штатов. Поэтому, может быть, очень многие скажут мне, что ситуация в России ухудшается. Я не имею в виду политическое ухудшение, я не имею в виду увеличение репрессий, пусть даже не на уровне массовых расстрелов, а там задержания и арестов. Я не имею в виду то, что всех тошнит каждый день все больше и больше. Это как бы не то, что я имею в виду. Я имею в виду, тем не менее, то, что мы не становимся свидетелями массового недовольства населения, выражаемого в массовых демонстрациях. Вот мы их недавно видели в связи с арестом отравлением Немцова, Немцова, извините, Навального, до этого мы их видели в связи с убийством Немцова, до этого мы видели движение белых ленточек, но понимаете в чем дело? Проблема в том, что даже если все население России выйдет на улицу протестовать против Путина, от этого ничего не изменится, потому что у этого населения нет сил, оружия, намерения свергать правительство и нет в общем-то никакой возможности повлиять на происходящее, потому что в России нет выборов и в России правит хунта. И вроде бы, как мы знаем из учебников, эту хунту конечно можно свергнуть, но свергнуть эту хунту могут только люди с оружием, а оружие все находится в госбезопасности. И это не какая-нибудь там плохенькая политическая партия или плохенький диктатор, против которого наоборот госбезопасность кто знает в каких-то случаях могла бы и выступить, а наоборот сама госбезопасность, которая собственно и правит страной. И выступать как бы госбезопасности против себя абсолютно бессмысленно и глупо. И даже если вдруг по каким-то неведомым нам причинам Путин завтра уйдет, умрет или его сменят, ну вот придет как вы сказали новый коллективный Патрушев и все останется как было и у власти снова останется госбезопасность. А мыслят эти люди все очень примитивно, потому что они всего лишь офицеры КГБ. И мыслят они в рамках захвата чужих территорий. До сих пор, хотя уже на дворе 21 век. Поэтому мы и видим все время разговоры основанные на старой гитлеровской риторике о том, что все немецкоговорящие люди должны жить в рамках одной, в границах одной страны, а русских у нас сейчас где только русских нет. Поэтому вот и можно их объединять теперь в одно государство. Это с одной стороны все как-то вроде бы глупо звучит, потому что последний раз это делал Гитлер в 30-е годы и мы знаем чем это кончилось. Но тем не менее мы видим эту попытку и в Грузии в 2008 и в Украине в 2014 и постоянные разговоры про русских в странах Балтии и про Приднестровье это старая пластинка но она оказалась вечной к сожалению. Юрий я вижу что вы ну естественно вы слегка пессимистичны но хотя при этом интересно что слушатели зрители чаще всего пишут что они с вами полностью согласны и что вы именно говорите так как это есть но вы из того что я слышал и слышу сейчас обеспокоены тем что администрация Байдена может не слишком агрессивно и недостаточно агрессивно отреагировать на то что происходит вот в своей книге Крэг Ангер когда вы о ней говорили он очень настаивал надеялся на то что будет расследование не только то что вот эти все невероятные вещи когда на наши выборы влияют не просто путем кибератак а то что вот эти люди типа Дмитрий Саймс и других которые просто присутствуют и все это абсолютно легально но с другой стороны есть и кибератаки и есть надежда у меня но я оптимист что президент Байден понимает угрозу с которой мы имеем дело и вроде бы пока что федеральное правительство например в борьбе с пандемией показало что когда у власти капитетные люди которые нацелены на цель выполнения задачи многое можно сделать так сказать ну как бы так сказать в заключении ваши мысли вы думаете что все так печально что этот доклад возьмут положат на полку и все или есть надежда на то что что-то может произойти вы знаете я думаю что прежде всего нам нужно осознать с кем мы имеем дело и сформулировать для себя как бы уровень потенциальной опасности с которой мы повторяю один раз уже столкнулись я считаю что в шестнадцатом году мы столкнулись с опасностью абсолютно беспрецедентной с измеримой с большой войной с измеримой с большой войной а и раскол который мы сейчас видим это собственно и есть результат вот этой вот войны которая происходила на наших глазах шестнадцатого по двадцатый год да если мы не сможем сформулировать для себя что происходит в России и почему нынешний режим в России является угрозой для человечества цивилизованного мы не сможем понять как нам эту проблему решить а доклад в этом смысле даже самый смелый нас не спасет потому что к сожалению когда у нас половина почти половина населения голосует за Трампа про которого как говорится четыре года только обсуждалось что он кремлевский агент это нам говорит о том что выводы доклада проблему не решат что к сожалению этого недостаточно к сожалению должны быть какие-то ну в конце концов последствия не хочу даже сказать карательные санкции но последствия от доклада пока что у нас есть информация есть документация есть доклады разного уровня а последствий никаких нет вот я бы считал что если говорить о том что следует ожидать или что следует посоветовать администрации Байдена я бы считал что очень важно чтобы от уровня осознания даже происходящего потому что то что Россия вмешалась в выборы в шестнадцатом году и в двадцатом году ну есть у нас это осознание окей мы это знаем да там все подробности не знаем доказательства не всегда имеются но президент уже назвал убийцей это и осознание знаю а вот теперь уже нужно приступить к тем чтобы после преступления следовало наказание потому что это та же проблема которая у нас есть с Путиным мы очень часто можем определить где как совершено и где совершено и кем совершено преступление да там Литвиненко 2007 Грузия 2008 Немцов 2013 ну и так далее да а Украина 2014 мы понимаем мы видим преступление мы знаем в чем его состав а наказание не следует да для Путина и единственное что вывод который Путин делает ну такой коллективный Путин как вы справедливо сказали да потому что он не Путин он коллективный Путин и единственный вывод который делает коллективный Путин что за преступлением наказание все равно не последует и что все преступления можно совершать безнаказанно вот до тех пор Как минимум, до тех пор, пока Путин будет понимать, что преступление можно совершать безнаказанно, он и будет совершать. А вот как нам наказать коллективного Путина, ну вот это и есть, наверное, задача новой американской администрации. Ну, пока что, мне кажется, что наш президент сделал, уже достаточно повел агрессивную политику, но, тем не менее, осознание, да, вначале надо понимать, что... ...вел агрессивную риторику на уровне одного слова. Это хорошее начало, это может быть многообещающее начало, но это первый шаг на уровне одного слова. Будем надеяться, что и слова будут многочисленные, и шаги. — Юрий Фельдшинский, большое вам спасибо за ваше время и за ваше мнение, потому что я узнал, всегда узнаю многое, я уверен, что остальные тоже. Большое спасибо всем зрителям и слушателям, большое спасибо, и спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне, вы мои герои. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok